Девушки отдыхают В 1937 году в городе Антеид Начал изучать архитектуру В Королевской академии изящных искусств Брюсселя Где с 1916 по 1917 год изучал архитектуру А далее монументальную живопись Затем перешел в класс живописи Константина Монталя В начальной фазе своего творчества Как пишет Википедия Я зачитывал Википедию Испытал влияние неоимпрессионизма Затем экспрессионизма В 1932 году посещает музей Шпицнера Во время Бруссельской ярмарки Там проходила выставка сюрреалистов Минотавры Там он знакомится с Джорджем Дакирко Который оказал особое влияние на творчество Делеву Рене Магритом, Максом Эрестом И Сальвадором Дали Знаменитыми художниками Работающими в стиле сюрреализма В 1930-е годы Делеву выставляет свои работы Совместно с Магритом во дворце изящных искусств Бруссель Затем принимает участие в организованной Андре Бретоном И Полем Иллюаром Международной сюрреалистической выставке в Париже Управляется в Италии В 1940-м году его работы И вставляется на международной выставке в Мехико Которая организована Бретоном и Павленом В том же году сотрудничает он с журналом Магрита Который тот издавал в Брюсселе В 1940-1950-х годах Эти годы пик творческой карьеры Делеву В центре мира фантазии художника Всегда стоит женщина Которая является часто предметом Болезненной и пассивной эротики Типичная сцена в изображении Дельво Женская фигура на фоне уходящего бесконечности Ландшафта, окруженная загадочными Нидерландскими или фламандскими архитектурными элементами Андре Бретон говорил, что художник делает наш мир Царством женщины, повелительницей сердец Дельво один из наиболее успешных сюрреалистических художников Который официально не состоял В сюрреалистическом движении Я нахожусь на периферии всех движений Признается Дельво Я никогда не был членом какой-либо группы Я не люблю Измы Его отец адвокат, мать Хранительница домашней очага Ну и семья не признает сына серьезно Семья поручила ему адвокатское будущее В результате согласились, чтобы он стал архитектором Он встречается с девушкой, которую зовут Анн-Марий Девушкой, которую он еще любил Но ревнивая мать постоянно оберегает его от женщин легкого поведения Которая заражает мужчин венерическими болезнями Только после смерти матери у художника появляется надежда на возможность стерилизоваться мужчинам Обнаженные женщины на полотнах Дельво ожидают прихода мужчин, которые выведут их из литургии Дельво в своих картинах всегда подчеркал контраст одетых и обнаженных персонажей Усиливая эротическую составляющую Картины Дельво представлены в музее Бельгии, Нью-Йорке, Лондоне, Париже, центре Помпиду В 1978 году учрежден фонд для основания персонального музея Поля Дельво Который открылся в 1982 году в том же году В Сен-Идесбальде, это провинция Западная Фландия В 1950-х годах Дельво занимал пост профессора Бруссельской академии художеств Скончался в 1994 году С интересной данной режиссер Сергей Соловьев, рассказывая о своем фильме Анна Каренина, сказал Для меня Анна Каренина это художник Поля Дельво, его люди и вокзалы Когда я думал о Ванне Каренина, у меня перед глазами возникали картины Дельво На творчество Дельво оказали большое влияние работы художника Джорджа Дакирко Дельво пишет, благодаря ему я осознал возможность выражения атмосферы Которую следовало выразить, атмосферы молчаливых улиц с тенями людей, которых нельзя увидеть И я никогда не спрашивал себя, является ли это сюрреализмом или нет Нередко в его картинах появляется человеческий скелет, свое рода момента моря Сюрлистический символ бренности, тщетности, человеческие желания Жестокая антитеза женской красотея, что еще больше усугубляет врачную тревожную атмосферу его художественных произведений В 1958 году Поле Дельво был удостоен звания Пэра, указом короля Бельгии Скончался 20 июля 1994 года Ну вот и все, что я смог найти в интернете, в Википедии О бельгийском художнике, видном представителе сюрреализма Поле Дельво Посмотрите картины, которые я нашел в интернете в свободном доступе Все, всем пока, всем привет, до свидания, до новых встреч Субтитры создавал DimaTorzok